Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы начинаем нашу оффлайн карьеру на карте свапа агро версии 1.6. Играть, друзья, мы будем с модом сезонов для пущего хардкора. Я, в общем-то, долго думал подключать этот мод или нет и все-таки решил, да, пускай будет. Ну и а уровень сложности у нас будет нормальный, то бишь средний. Про эту карту ничего особо сильно рассказывать не буду, потому что было у нас 10 стримов. Мы, в принципе, практически все посмотрели на этой карте. Единственное, что, разумеется, производство мы не дошли даже до постройки их. Но в целом, как тут все работает, мы поняли. Ну и решил я, что наши алкостримы все-таки лучше перенести на карту Зеленая долина, а уже здесь заняться именно чем-то более-менее серьезным. Потому что карта сложная, карта очень интересная. Тут есть чем заняться, в общем-то, давайте начинать. Давайте для начала посмотрим карту, что у нас здесь есть, и построим некоторые планы по нашему, скажем так, развитию. На старте у нас есть вот два трактора. Трактора неплохие, за исключением того, что у них уже очень большое количество часов наработки. И, скажем так, старые они довольно-таки. Но они есть, и это хорошо. На старте понадобится. Есть к одному из них фронтальный погрузчик с вилами для тюков. Есть у нас небольшой комбайн, которого на старте тоже должно хватить. Телега, большой плуг, которым мы не будем пользоваться, нормальная сеялка, нормальная удобрялка, косилка, валковая жатка, прицеп для тюков и тюковщик. Полей у нас в собственности нету. У нас вообще, в принципе, ничего нету. Плюс у нас висит кредит. 75 тысяч кредит у нас взято. 25 у нас есть сейчас на ближайшие расходы. Поэтому будем как-нибудь справляться. Итак, друзья, давайте обозначим планы на первый год. Так как у нас нет полей, нам придется распахивать целину. Брать кредит на миллион у меня никакого желания сейчас нету, потому что поля нынче стоят дорого. Например, вот это маленькое седьмое поле. 368 тысяч денег оно стоит. На этой карте у нас рубли. Значит, будем говорить про рубли, в общем-то, все время. Но, друзья, вот здесь вот у нас есть хороший участок для того, чтобы его распахать. Плюс около биогаза у нас есть небольшая лужайка, которую можно распахать. И очень большое количество целины у нас находится внизу карты. И, в принципе, здесь тоже можно это все дело распахать и сделать из этого дела импровизированные поля. На данный момент хранилище наше находится вот здесь вот в районе базы, где находится. Это все точнее, это не база, это наш просто домик. Потому что вот здесь у нас находится база, но ее нужно купить. Там находятся гаражи, автомастерская, заправочная станция. И еще есть здание администрации, которое мы строить не будем. Говорят, там очень много полигонов и у всех все будет лагать. Хрен с ним, обойдемся без него. Вот здесь, вот около сарая, есть у нас хранилище для всех сыпучих материалов. Его у нас также нету, его также надо купить за 50 тысяч, точнее за 500. И все, что есть в сыпучем виде, мы можем там без проблем хранить. Там бункера, по-моему, по 8 миллионов литров, поэтому, в общем-то, нам они понадобятся. Далее вот здесь на карте, около администрации, есть склад, который нужно не просто купить, его нужно будет построить. Сюда же мы будем свозить всю нашу продукцию на поддонах. Но настолько вперед я пока что не заглядываю. Первое, друзья, что мы с вами сделаем, мы распахаем вот эту вот площадку. Сделаем из нее импровизированное поле, чем-нибудь засеем. Скорее всего, мы ее засеем в этом году льном. А вторую вот эту площадку поменьше мы с вами покосим. И, соответственно, потом затюкуем. Тюковать мы будем это все дело сразу в силос и купим биогаз. Биогаз здесь тоже надо покупать, кстати. Купим все это дело и, соответственно, продадим. И, собственно, отобьем первые расходы. На биогаз придется брать кредит, потому что он 300 с лишним тысяч стоит. Плюс нам надо будет взять тюковщика, который умеет все это дело делать, потому что наш тюковщик не умеет обворачивать фольгой тюки. А вручную делать мне это, поверьте, желания нет никакого. Меня эти тюки успели достать еще на стримах, но никуда мы сейчас от них, увы, не денемся. Придется этим делом заниматься. Травка у нас здесь пока что, увы, не выросла. Мы играем с модом сезонов, поэтому покос травы мы откладываем чуть-чуть на будущее. В первую очередь можно, в принципе, избавиться от техники, которая нам не нужна. А именно, нам не нужна вот эта вот платформа. Она без автопогрузки и, уж извините, но я не настолько упоротый, чтобы вручную всем этим заниматься. Плюс, соответственно, фронтальный погрузчик с вилами нам тоже не нужен. И, соответственно, вот этот замечательный тюковщик и плуг нам также не нужны. Поэтому это все дело мы можем сразу же продать. Уж извините, я это не повезу все в магазин. Ненамного оно там дороже получится. Хотя, может и дороже. Ну ладно. У нас есть сейчас свободных 30 тысяч, поэтому первое, что мы сделаем, это возьмем в аренду плуг, дабы распахать наше первое поле. Самый мощный трактор у нас на 336 лошадей, поэтому плуг надо брать какой-нибудь, чтобы этот трактор мог его спокойно тягать. И самым оптимальным вариантом в таком случае получится вот эта вот самая джумпа шириною в 4,8 метра. Давайте возьмем ее в аренду и, соответственно, берем этот трактор и едем за ним в магазин. Значит, друзья, распахивать мы будем с вами именно вот эту самую площадку. Поле, в принципе, получится довольно большим и, возможно, с него будет неплохой урожай. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Да, кстати, я не сказал. В основном скорость у нас будет стоять х5 и длительность одного сезона у нас 9 дней. Я сколько играл с сезонами, пришел к выводу, что это, в принципе, самая оптимальная продолжительность и все такое прочее. Разумеется, по мере надобности мы будем мотать время вперед или же останавливать его. Но сейчас давайте начнем пахоту. Для того, чтобы распахать это поле, первоначально нужно для курсплея некоторые границы показать этого поля. В принципе, давайте запишем маршрут, показывающий границы поля. Вот такое вот поле у нас, в принципе, получилось. Я думаю, будет вполне неплохо. Плюс у него скругленные края, но, по сути дела, вроде как квадратные. Но края скругленные будет меньше проблем у курсплея. Поэтому сейчас же мы ставим по загруженному маршруту шириной 5,3. По-моему, не 5,3 у него была. 4,8 метра. Да, мы поставим 4,8 метра, раз он так насчитал для, скажем так, для уверенности какой-либо. И 8 раз мы пустим, чтобы он прошелся сначала по кругу. Только нам нужно еще поставить, разрешить создание полей. И, соответственно, генерируем маршрут. Вот такой вот он примерно получился. В принципе, все должно пройти четко. Для того, чтобы более-менее ровно все прошло, мы даже вручную все это дело начнем. И далее с ближайшей точки его запускаем. И он у нас пошел распахивать наше новое поле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, друзья, закончилась у нас уборка. Примерно игровые сутки прошли, пока мы все это делали. И, друзья, после перезапуска игры случилось нехорошее. Вся наша техника нынче нуждается в техобслуживании. То есть она не заводится вообще в принципе. А если заводится, то на ней как-то недалеко уедешь. На ней вообще не уедешь. Поэтому нам нужно починить сейчас хотя бы трактор. Вопрос, сколько денег это стоит, на самом деле, очень такой хороший вопрос. Потому что, если мы посмотрим в правый нижний угол, то накатано у него уже 4,5 тысячи часов. И поэтому его нужно как-то починить. Есть в принципе способ купить вот эту штуку за полторы тысячи рублей. Что мы в принципе сейчас и сделаем. Пойдем ее, например, вот сюда. Это вот такой вот чемоданчик, который можно переносить в любое место. И, соответственно, чинить технику. У нас почему-то сейчас эта самая джумпа настроена. Плуг. Значит, надо этот чемоданчик перетащить куда-нибудь вот в это место. И здесь у нас появляется кнопочка ремонтировать. Техническое обслуживание стоит 26500. У нас таких денег нету. Но теоретически, если мы нажмем да, мы просто залезем в минус. И пока что нас это устроит. И я не хочу прямо сейчас залазить в кредиты. Я понимаю, что нам придется это сделать. Но это будет чуть попозже. Сейчас же мы чиним это все дело. И да, мы просто залазим в минус. Все нормально. И теперь, соответственно, мы можем завести эту технику. Хотелось бы куда-нибудь, конечно, положить чемоданчик на трактор, чтобы его не потерять. Я не знаю, где его можно зафиксировать. Вот на плуг мы его попробовали положить. Я не знаю, увезем ли мы его домой. Нет, мы его так далеко не увезем. Ладно, придется его просто по-быстрому отнести домой вручную. Главное не потерять. Вот тут у нас есть некоторое подобие гаража. Давайте, в принципе, пнем его вот сюда. Будем знать, что он здесь лежит. Потому что надо будет потом еще и, короче, все остальное тоже чинить. Но тем самым мы гоним наш трактор обратно. И можно включить даже перемотку времени, которая будет трохи быстрее у нас все это дело мотать. Потому что сеять пока что рано. Итак, друзья, что у нас далее по плану? Мы видим вот этот оранжевый цвет. Это значит, что травка везде, она уже созрела. И ее можно косить. И вот эту вот площадку около биогаза я хочу все выкосить и затюковать в силос. Соответственно, силос этот продать на БГА и поднять какие-то денежки первые на стартовом этапе. Единственной проблемой сейчас является то, что у нас нет этого биогаза. Его нужно купить, а это стоит денег. И даже с учетом того, что у нас есть чем покосить, у нас нечем затюковать. Поэтому все это дело нужно сейчас прикупить. А для этого придется брать кредит. Что я очень не люблю. Но я надеюсь, что мы этот кредит отобьем сразу же после продажи тюков на биогазе. И поэтому мы лезем в магазин, чтобы прицениться, что же нам нужно для покупки. Во-первых, нам нужен вот этот самый тюковщик, который обматывает пленкой всю траву. Мы можем взять его в аренду, в принципе, потом выкупить, чтобы меньше взять кредита. Но я думаю, что не стоит. Давайте сразу купим. 135 тысяч он будет стоить. Косилка и валковая жадка у нас, в принципе, есть. Поэтому можно косилку не покупать. Но в будущем хочется купить вот такую вот самоходную косилку, которая 180 тысяч стоит. Ее мы уже потом купим. Пока что обойдемся вот этими средствами, которые у нас есть. Ну и, друзья, сам биогаз, он тоже у нас нуждается в покупке. 420 тысяч он стоит нынче. Я сказал 320, да, 420. И по моим подсчетам, по-хорошему, кредит надо брать на 650 тысяч. 650 тысяч, в общем-то, мы берем кредит. Мы сразу же платим из этого кредита какие-то деньги. Увы, так это все работает. Оплачиваем лицензию на биогаз. Вот теперь это наша собственность. Покупаем нам новый тюковщик за 135 тысяч. Добро пожаловать. У нас остается 74 тысячи и за эти деньги мы, во-первых, починим второй трактор наш, вот эту вальтру. Для этого возьмем наш вот этот чемоданчик. Он нам очень понадобится. Ставим его вот сюда и ремонтируем нашу вальтру за 19 тысяч. Чемоданчик относим обратно. Комбайн пока чинить не будем, нет в этом никакого смысла. Поэтому сейчас, друзья, мы цепляем к нашей вальтре косилку и валковую жатку. Едем косить поле, потом берем вот этого товарища и едем за тюковщиком, едем это все тюковать. А еще нам нужен, кстати, прицеп для перевозки тюков. Но что-нибудь потом попозже придумаем. Сначала поставим это все дело в работу. Соответственно, друзья, перед нами лужайка, которую нам нужно покосить. Здесь уже выросла травка. И сейчас что мы делаем? Мы объезжаем вокруг этой лужайки, показывая трактору наше поле, по которому нужно строить маршрут. И, соответственно, потом запускаем курс плей на покос поля. Поэтому давайте приступать к этому всему делу. Отсюда мы начинаем запись маршрута. И маршрут этот будет являться просто контурами к нашему полю. Вот так вот мы останавливаем этот маршрут. И теперь ставим обычную разные полевые работы. Генерацию маршрута ставим ширину 8,3 метра под нашу косилку. Потому что 9,3 это стояло под валковую жадку. Выбрать поле, загруженный маршрут. То есть то, что мы описали, круг возврат на старт, пускай будет нет. Он остановится в середине поля. И, разумеется, мы по максимуму сделаем все это дело по кругу. И маршрут выглядит примерно вот так. 8 полос он ему позволил сделать. Вот здесь сверху, где у него узкие полосы, он, конечно, может немножко забагаться и начать кружиться вокруг своей оси. Но ничего страшного. Запускаем все это дело со стартовой точки. И пускай он едет косить. А мы тем временем перемещаемся на базу. И берем наш зеленый трактор, который будет у нас все это делать тюковать. Он помощнее, ему с тюковщиком будет проще справиться. Едем за тюковщиком, а потом, соответственно, на поле ставиться в работу. И вот он, друзья, наш тюковщик с нашим трактором, который будет обматывать все это дело пленочкой вместе с травкой. Потом это все за сутки перегниет. И мы сможем отвезти все это дело продать. Соответственно, ему мы просто загружаем маршрут нашей Вальтера, по которой он сейчас ездит. И по тому же самому маршруту мы его со стартовой точки запускаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, друзья, пока у нас идет... Уборка этого поля, точнее, не уборка, а покосы тюкования. Я предлагаю съездить и купить то, чем мы будем все это дело с вами возить эти тюки. И на первое время мы возьмем с вами просто газона. На него можно подцепить вот такую вот платформу замечательную, на которую вмещается 10 тюков. Плюс мы возьмем еще такой прицеп и на него тоже поставим эту платформу. Итого 20 тюков за раз мы будем с вами перевозить. Поэтому покупаем газона, все по стандарту у нас. Покупаем прицеп за тысячу и покупаем две платформы. Вот такое вот у нас приобретение. Соответственно, сейчас мы все это дело цепляем и отвезем на биогаз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Запаркуем мы это дело пока что вот сюда, пускай стоит здесь. Тюки сейчас возить смысла никакого нету продавать, поскольку они еще не перегнили в траву. У нас стоит мод сезонов и мы видим, что объект трава. Но через некоторое время они все перегниют там внутри в пленке и тогда можно будет их продавать. Хотя, с другой стороны, может быть имеет смысл пока нам нещим заняться, взять и отвезти это все просто на БГА и выгрузить это там, пускай там оно и перегнивает. Давайте-ка мы этим сейчас и займемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, друзья, собственно, мы отвезли все, что уже было покошено и затюковано. И сейчас мы ждем, пока освободится трактор, который у нас косит, потому что для него есть еще одна работенка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, друзья, на этом у нас покос заканчивается. Прерываем маршрут, но, наверное, мы его на всякий случай сохраним. Обзовем мы его покос травы. Пускай он у нас пока что будет, если же нам придется еще раз косить траву этой же самой косилкой. Если мы не успеем купить новую, то вот это будет как нельзя кстати. В смысле маршрут. Сейчас же, друзья, мы с вами везем вот это вот все добро на базу. После чего цепляем мы удобрялку и едем удобрить наше вот это импровизированное поле, которое мы распахали. Поэтому поехали. Итак, друзья, вот наше импровизированное поле. Нам нужно сейчас его сделать полем, чтобы Курсплей знал, что это поле. Оно у нас полностью спахано, его нужно удобрить. Удобрение, друзья, мы с вами будем брать вот здесь. Здесь у нас находится хранилище для семян, хранилище для удобрений, хранилище жидких удобрений. Также у нас тут есть компост мастер, вот такой вот, который из биодизеля и отходов. Отходы это трава, солома, некоторые зерна, типа пшеница и так далее. Много чего, в общем-то, он перерабатывает в себе. Делает компостик, в общем-то. Есть также хранилище жидкого навоза, вот такое, по-моему, на 2 миллиона здесь, да. А также есть вот такие вот пополнялки семян и удобрений. Они на стандартных картах, как правило, присутствуют. Вот в регионе 18 у нас такой не было, поэтому мы покупали модовые. Но сейчас нет смысла пока что покупать модовые. Хотя, с другой стороны, расположенные они здесь очень неудобно. Вот этот столб катастрофически здесь мешает это все делать. Поэтому в будущем мы все-таки поставим модовые уже на свою базу, когда она у нас будет. Но пока что мы будем пользоваться ими. И поэтому нам нужно сейчас записать временный маршрут на пополнение семян и удобрений с нашего нового импровизированного, так сказать, поля. Поэтому мы возвращаемся в наш трактор. Выбираем точку, откуда будем все это дело писать. Я думаю, что отсюда будет лучше всего это сделать. Тут выезд на дорогу сразу. И из любой точки поля сюда трактор потом без проблем доберется. Так что поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соответственно, друзья, нам сейчас надо каким-то чудо-образом проехать здесь красиво мимо. Так, чтобы не зацепиться, чтобы в будущем сейлка не зацепилась. И чтобы увидел триггеры пополнения наша удобрялочка. Поэтому давайте как-нибудь, я не знаю, медленно, но аккуратненько постараемся это сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сразу же наполним полностью удобрениями. Кстати, есть вероятность того, что этого бака хватит на это поле и не придется ему ездить и мучиться с пополнением. Сейлки же точно не хватит на то поле. Там, как ни крути, придется ему ездить пополняться. Но если он хотя бы так сделает, уже будет хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а здесь с нами произошла небольшая неприятность. Перевесил сзади этот самый удобрялка, поэтому надо маршрут немножко подправить. Стираем мы вот эти точки и с горки будем спускаться немножко на более маленькой скорости. Сюда нужен противовес ему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем запись маршрута вот отсюда и чутка помедленнее надо будет ехать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Соответственно, все. Мы этот маршрут сохраняем. Нам придется сохранять это поле, чтобы генерировать на нем маршруты. И чтобы оно не мешало нам по числовому значению нигде в списке, мы его обзовем под номером 99. Поэтому и маршрут этот самый мы называем поле 99 семена. Ну или удобрение, соответственно. Далее маршрут мы сбрасываем и едем на поле, соответственно, генерировать маршрут уже именно на удобрение. Для того, чтобы это все быстро работало, мы его начнем с середины поля и будет он у нас ездить по кругу. Только единственное, что я говорил, у нас нету пока поля. Нам нужно сделать так, чтобы он видел это поле именно как поле. Нажимаем показать границы поля и 99 поле добавить в список. Теперь мы можем на 99 поле генерировать маршрут, что мы, собственно, и делаем. Сгенерировал нам 8 полос. В принципе, можно было и 9 поставить по-хорошему. Но да ладно, пойдет. Я не знаю, хватит ли удобрений. Поэтому мы на всякий случай добавим к этому маршруту поле 99 семена. И со стартовой точки мы его запускаем. А, неподходящий. Ну, конечно же. Все, запускаем все это дело. Тем временем наш тюковщик закончил работу по тюковке. Поэтому тюковщик мы с вами гоним на базу и берем сейлку. Потому что, как мы видим, уже почва прогрелась до 3 градусов. По прогнозу, ниже 3 градусов у нас уже температура не обещает быть. Но ночью будет еще плюс 2. В принципе, нас это устроит. Потому что сажать мы собираемся лен. А лен растет при температуре почвы 2 градуса. Поэтому его уже можно сажать. Чем мы, собственно, сейчас и займемся. Так что прерываем маршрут на все это дело. И едем забирать сейлку. Вообще тюковщик мы с вами, ребята, оставим здесь. И косилку с этой самой, с волковой жаткой, надо было тоже оставлять здесь. У нас здесь есть 5 гаражей. Поэтому мы это все загоним сейчас сюда. Что-то пошло не так. И я не смог с первого раза почему-то ее загнать. Так иногда бывает. Что-то с задним ходом у меня периодически возникают проблемы. В общем-то, поехали за сейлкой. Маршрут мы опять-таки будем генерировать отсюда. И заодно сразу же мы проверим, будет ли работать маршрут на пополнение. Ставим опять-таки удобрение и посев. За генерацию маршрута. 9 метров у нас ширина всего этого дела. Поворотная полоса мы поставим, наверное, 5 штук. Пускай будет с разворотом. Хотя, скорее всего, разворачиваться он не будет. Потому что у нас везде круглые повороты, скажем так. Я специально так сделал. Это для ускорения процесса посева и уборки. Да, в принципе, нормально. Ну и дополняем мы поле 99 семена. Запускаем со стартовой точки. Маркеры мы отключаем. Сейчас же он понимает, что у него нихрена нету семян. И поэтому он едет пополняться. В общем-то, пускай едет. Если приедет сюда и выскочит, что у него нету семян. То значит, он не пополнился. Если же он там где-нибудь забуксует, то, соответственно, там же и выскочит ошибка. Мы же тем временем можем повозить оставшиеся тюки на БГА и сложить их там. Продавать их пока, как я уже говорил, нету смысла. Потому что все это просто трава, замотанная в пленку. И никакого силоса тут пока что нету. Вот на этом, собственно, и все. Все тюки мы отвезли. Получилось у нас 13 прицепов по 10 штук. То бишь 130 тюков и плюс еще вот эти 6. 136 тюков у нас получилось с поля. Когда я играл без сезонов, примерно по 2500 рублей мы получали за одну штуку. Там 2600, что-то такое. Какой ценник будет при сезонах, хрен его знает. Об этом мы уже узнаем в следующей серии. Вот этот парень, кстати, нормально у нас заправился семенами и удобрениями. Все работает. Маршрут, значит, получился рабочий. Так что он сейчас без проблем может ездить и засевать поле. Поэтому, друзья, я же на этом с вами прощаюсь. Пишите свои комментарии по поводу этого прохождения. В следующей серии мы продадим тюки. Еще раз удобрим это поле, потому что надо будет это сделать. Соберем урожай, продадим его. Соломой там решим, что делать. Посмотрим, что у нас будет по деньгам. Сможем ли мы отбить кредит. Возможно, еще раз покосим поле, затюкуем, если представится такая возможность. А я думаю, она представится, потому что деньги нам нужны. В общем-то, как и что будет в следующий раз, я, честно говоря, без понятия. Планы вроде как есть, а как оно пойдет, хрен его знает. Поэтому, друзья, чтобы не пропустить следующую серию, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Чем больше будет лайков, тем быстрее, соответственно, выйдет следующая серия. Пишите свои комментарии. С вами был Никита Дзилов и всем всего доброго. Пока-пока.